Привет-привет, это канал с самыми актуальными новостями из мира высоких технологий. Ученые все чаще стали делать открытия о сложности растений и их удивительных способностях. Есть вероятность, что растения действительно могут чувствовать вибрацию звуковых волн и реагировать на нее. В исследовании 2017 года австралийские ученые доказали, что зеленые слышат звуки воды, вибрирующие в их корнях, благодаря чему те тянутся к влаге. Ранее, в 2012 году, под командованием Манеки Гальяна, та же группа исследователей объявила, что услышала щелкающие звуки, издаваемые корнями растений. Ученые использовали лазерный виброметр, который был наведен на корни. Их погрузили в воду и создали полную тишину, чтобы убедиться, что звук идет оттуда. Гальяна позже признала, хоть щелчки и могут исходить от корней, неизвестно, выполняют ли они какую-либо коммуникативную функцию. Однако исследователь сообщила, что однажды даже слышала реальную речь растений с помощью лабораторных инструментов, но этот опыт находится за пределами строго научной области. И пока рано просить лингвистов составить растения русский словарь, израильские ученые доказали, что зеленые способны по-разному реагировать на звуки. Например, цветы увеличивали количество сахара в своем нектаре, когда слышали жужжание пчелы. Они делали это в качестве вознаграждения, считают исследователи, за то, что эти насекомые опыляют их. На других насекомых растения, кажется, обижены. Они не проявили схожей активности, потому что другие насекомые могут просто забрать нектар, не принеся пользы. Подобные исследования заставили людей задуматься, могут ли они влиять на растения с помощью специально подобранных звуков. Китайский исследовательский центр сельскохозяйственной инженерии Циндао разработал специальное устройство для передачи волн саженцам. Создатели утверждают, что аппарат снизил потребность в удобрениях и увеличил количество урожая. Все же растения не могут тренировать себя, кажется, все реакции сформированы в процессе эволюции. Один исследователь попытался воспроизвести работу гальяна и послушать «разговор» корней, но у него ничего не получилось. Робинсон не сбрасывает со счетов возможность того, что растения умнее, чем кажется, но считает, что нам стоит изучать их способности, абстрагировавшись от коммуникативных систем человека и животного. «Я думаю, многие люди пытаются очеловечить растения, чтобы они больше походили на нас», говорит он. Почетный профессор Эдинбургского университета Тони Тревовас говорит, что в широком смысле растения можно считать умными, потому что они явно реагируют на раздражители, повышая свои шансы на выживание. Если видео было вам интересным, пожалуйста поставьте лайк и подпишитесь на наш канал.